Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 7 мая, я все так же занимаюсь высадкой, посадкой, высадкой вот этих томатов на грядку-ленивку. Но у меня некоторые изменения произошли и в схемах посадки и вообще. Я хочу сейчас сказать вам как бы опровержение своих слов. Вот не далее, как вчера, я стояла на этой грядке, снимала видео, какие сорта можно высадить на грядку-ленивку. И говорила, что можно до 50 сантиметров, это вот и демидов, и все ниже, там полюс Аляска. А Настеньку не нужно, потому что она 70-75 сантиметров. Но сегодня утром я посмотрела комментарии, сейчас вам прочитаю. И оказывается люди выращивают и Настеньку, прекрасно на таких грядках. А я ничего не знаю, я удивилась, почему я не придумала этого сама, почему я ее раньше не вырастила. Вот специально выписала, Пономарева Ольга написала мне, что выращивают Настеньку, сибирскую тройку. Я еще раз переспросила, а что Настенька тоже у вас растет вот так в лежачем положении. Она написала, да, я называю эту грядку ползучую. И Настенька такая неприхотливая, просто неубиваемая. Еще сибирская тройка, помидор полно, выращиваю все на этой наползучей грядке и хочет попробовать еще Петрушу Огородника. Я была в шоке. Для меня, во-первых, это новость, что такие высокорослые томаты хорошо растут на грядке ленивки. Во-вторых, мне сразу же моментально захотелось увидеть эту ползущую Настеньку, неубиваемую, на которой очень-очень много помидор. Я человек мобильный. Сразу побежала, все поменяла, поменяла всю схему посадки, притащила Настеньку, тем более у меня много лишней рассады. И теперь Демидов и Настенька вот так поменяла местами, думала долго, как же мне быть, потому что у меня дырочки там. Еще Ольга написала, что не жалеет для них места, то есть отступает хорошо, потому что они же длинные у них, ветли. Но у меня-то уже дырки сделаны через 30 сантиметров. И я все поменяла, я решила, Демидов будет у меня вот первый край, ему немного места, а Настеньку буду высаживать с краю, чтобы она туда, прям на дорожку расползалась. Пусть она ползет, пусть она будет ползущая, далеко неубиваемая, вся вот в таких огромных Настеньках. Я уже представила эту картину, зайдешь на грядку, тут Демидов скособочился, он такой невысокий, а тут Настенька расползлась, все вот в таких помидорах. Я все вам это покажу, у меня в голове уже все это сформировалось, теперь надо все это высадить, вырастить. Спасибо Оле Пономаревой, я надеюсь, вы не против, что я называю вашу фамилию. Дай бог здоровья интернету, что все мы вот так быстро можем обмениваться такими советами. Опровергаю свои слова про Настеньку. Оказывается, Настеньку тоже можно выращивать, и еще сибирскую тройку. Вот эти сорта, которые, казалось бы, не предназначены для выращивания лежа, но люди попробовали, прекрасно получилось. Теперь я повторю этот опыт, я надеюсь, удастся. Видите, вот Настеньки, я думала, что они лишние останутся, думала, куда их девать. В теплице высажено, в открытом грунте высажено, в коловой культуре. Теперь у меня будут ползущие, неубиваемые Настеньки, вся гора. Все, до свидания. Может быть, кому-то, я так тороплюсь все это выложить, кому-то, может быть, пригодится, у кого-то останется лишнее несколько Настенек. Посадите, попробуйте вырастить лежа. Вот как человек говорит, что она неубиваемая, она очень много томатов дает. Все, до свидания.